Привет, Софи! Привет, Свинья! Приятно тебя видеть! Спасибо! Как дела? Отлично! А у тебя? Я хорошо! Очень здорово, здорово! Давай посмотрим, как ты говоришь по-русски. Расскажи мне немножко о себе. Да, я надеюсь. Я немного радоваться. И сегодня я говорю пятьдесят минут. Пятнадцать. Пятнадцать минут. Десять и пять. Пятнадцать. Пятнадцать минут. Да, отлично! О, это долго! Это долгий разговор! Да. Но будет говорить меня, Сыпья. Будем говорить вместе. Где ты родилась? По-моему, ты родилась в Гамбурге. Это правильно, да? Расскажи мне. Я родилась в городе Гамбурге, да. Гамбурге город большой в Альмонии, город в Северу в Альмонии. Я люблю Гамбурге много. Близко к морю. Близко к морю. И есть гаван много. Ага, я понимаю, да. Это очень интересно. Ага. И это у меня нравится. И мои родители живут в Гамбурге. Но я едела в школе в Гамбурге. И после школы я ушла в Гамбурге. А, после школы ты уехала из Гамбурга, да? Ага, уехала. Ага. И где ты сейчас живёшь? Сейчас я живу в Берлине, в столе в Альмонии. Ага. И Берлине, ты знаешь Берлине? Я видела только картинки. Видела картинки, видела фото. И я знаю, я слышала, что это очень красивый город. Да? Да, я люблю-люблю Берлине. Много. Я живу в Берлине до 20 лет. Ой, долго, 20 лет. И после школы я учила в университете в Берлине. Угу, да. Правда. И я люблю Берлине. Город большой. Берлине находится в Востоке и в Северу, в Альмонии. К северу, ага. И я люблю, есть много искусства и музеи. Да. И театры. И театры. И концерты, конечно. Концерты, и много спорта, и много университет, и много... Долины? Я не знаю. Я всё понимаю. Очень хорошо. Я всё понимаю. Скажи мне, пожалуйста... А, извини. Продолжай. И есть Редка, и озеро Минога, и парк Минога. Город пошёл, и есть Лени Большой. И тоже люблю... Есть альтернативная сцена, и есть люди, откройте Минога. И есть много свободы, и это город. Да, это очень интересно. Знаешь, расскажи мне, пожалуйста, где ты работаешь, что ты делаешь? Да. 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 Я поню. Поню. Я поню маю. Я поню маю. В Берлин. В Берлин. В Берлин. Я живу в Висентре. Я живу в Висентре. И я живу, работаю в Берлин тоже. Я буду говорить после. Хорошо. Хорошо. Я живу в Висентре. В доме Миленки. В соседом по квартире. И соседом в квартире друг. Друг. Хорошо. Ты живёшь не одна. У тебя в квартире есть ещё друг. Друг или подруга? Ага. Друг. Друг. Отлично. Ты хотела сказать, что это маленький дом? Да. Маленький. Я понимаю. Маленький дом, а не большой. Не большой. Не большой. В Висентре и Висентре дома, обычно дома маленькие. Маленькие. Я понимаю. Да. И ты? Где ты живёшь? Я жила раньше в Тель-Авиве. А, хорошо. А сейчас? Тель-Авив. Тель-Авив. Город. Хорошо. Очень красивый. Я люблю Берлин и Тель-Авив и Нью-Йорк и Марсей. Хорошо. Ага. И я люблю тоже Нью-Йорк и Лондон и Рома. Я тоже очень люблю Милану. Я никогда не была в Берлине. Я хочу. Я хочу. Я хочу увидеть, приехать в Берлин. Да. Посмотреть. Красивый город. Но я не говорю по-немецки. Ага. Я не знаю немецкий. Тель-Авив? Я обычно люди говорю по-английски, да. Я знаю. По-английски и по-русски в Вестоке, в Берлине, в Берлин. Сейчас я живу в городе, который называется Нетания, и это тоже рядом с морем. От моего дома, от моей квартиры я иду 10 минут, и я на море. А, хорошо. Хорошо, Минока. Это очень хорошо, да. Я люблю море. Я никогда не была в Нетании, но я знаю слово. Слово, да, имя, имя этого города. Здесь, в Нетании, живут очень много людей из Франции. Ты тут всё время слышишь и русский, и иврит, и английский, и французский. Очень много. И ты говоришь по-французски? Нет, к сожалению. Я говорю на русском, на английском, на иврите. Иврит – это как хибрид, да, иврит. Вот. И сейчас я учу арабский и итальянский. Вау, хорошо. Но итальянский и арабский я знаю вот так вот. А ты знаешь много языков, да? И арабский, но много другого, но иврит. Немножко похоже. Они как братья. Как братья. Или как сёстры. А ты говоришь на немецком, на английском. А ещё? Какие ещё? По-немецки, родной язык. Родной язык. И я учила по-английски и по-французски в школе. И я говорю много по-английски и по-французски. И я живула в английском и в французском. Ага. И я говорю по-английски и по-французски хорошо. И я тоже говорю по-эспански. И по-арабски и по-арабски и по-арабски и леванцы. И я тоже говорю немного по-русски. Да. Я люблю русский, но язык сложный. Язык трудный, сложный, да. Но ты, ты знаешь, Свиня, ты полиглот. Ага, да. Ты знаешь много-много языков. Да, я люблю языки странные. Да, и я учил русский только для шесть месяцев. Ты говоришь очень хорошо. Шесть месяцев это немного. Спасибо. Ты говоришь очень хорошо. Спасибо. Расскажи мне, пожалуйста, что ты делаешь на работе? Какая у тебя работа? Я адвокат, адвокат, и я работаю адвокат в офисине, в Берлине. Офисине десять километров. От твоего дома? От дома? Да. Как ты едешь на метро? Обычно. Обычно. я еду в офисине пять раз в неделю, в метро. Но из-за коронавируса я не хочу, еду в метро много. О, да. Там много людей. Нехорошо. Да. И сейчас я работаю дома три раз в неделю, и два раз я еду в офисине, в мою офисине, в велосипеде. А, на велосипеде? Это хорошо, это спорт. Хорошо. Далеко немного. В лето хорошо. В погоде есть дождь, ветер. Это плохо, да. Но зато ты делаешь спорт. Ага. И, ну, не ест... Не ест много машин, я учила сейчас. Поэтому воздух чистый. Да. Чистый воздух. Ага. Очень хорошо. Что ты делаешь как адвокат? Ты помогаешь людям? Да, я... Моя работа интересна, много интересна, и я хочу помогать людям. Помогать? Ага. В чем помогать? Помогать в чем? Как ты помогаешь? Что ты делаешь? Люди, есть конфликты, и я работаю, и правда работаю, и я помогаю в эти конфликты. Убрать, убрать эти конфликты. Ага. Я понимаю. Ага. Когда ты работаешь дома, как ты разговариваешь со своими клиентами? По скайпу, или по телефону, или по ватсап? Да. Минога в телефоне. Есть один в телефоне, группу. Ага. Минога в скайп, в скайп, в зум онлайн. В зум можно делать группу. Ага. Это очень удобно. И тоже вы работаю, я говорю, вы люди, но я тоже сейчас... Много пишешь, пишу. Ага. Пишу, и вы дома хорошо. Много документов. Ага. Да. Ага. А когда ты не работаешь, какие у тебя хобби? Моя хоппи. Моя хоппи спортом, самооборона. Ой. В своем искусстве. Самооборона? Ой, это очень интересно. Да. Я занимаюсь самообороном для 10 лет. У-у-у. И много обычно после работы, моей работы, и в спортзал 3 и 4 раз в неделю. 10 часов. Ой. А как ты на работе устаёшь? Устаёшь? Где ты кушаешь? Надо отдохнуть? Отдохнуть и покушать? Я ем в офисине. Все мои коллеги. Угу. Я понимаю, да. Угу. И поэтому потом, после работы, ты едешь в спортзал. Да? Ага. Спортзал близко... Моя офисная. А, близко от офиса. Я понимаю. Это удобно. Угу. Угу. Но сейчас спортзал закрытый из-за коронавируса. Ну, конечно. И есть спорт онлайн. Угу. 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 Я понимаю. И один раз я занимаюсь спортом. Си мои тренеры в парке. Ага. Угу. Угу. то, что есть дистанция. А, я понимаю, да. Чтобы стоять не близко, вот немножко вот так, дистанция. Это из-за короны. Но я люблю говорить мои тренеры и занимаюсь спортом не онлайн. Ну, конечно. Но это после короны. Когда корона пройдёт, мы не говорим корона по-русски. Корона. Корона. Нет у нас такого О. И ты занимаешь спортом? Нет. Я люблю просто ходить, просто гулять. А, я тоже. И это мой единственный спорт. Я совсем не спортивный человек. Я понимаю. Я очень люблю читать. Ты тоже любишь читать, правда? Правда. Ты читаешь много книг? Да, я читаю книги вечером, после моей работы. Да. Да, да, да. Свеня, скажи, пожалуйста, ты читаешь книги на немецком или ты читаешь и на английском, и на испанском, и на французском, и на арабском? Я читаю книги немецкие и английские, и радко вы французские, и испанские. Вы арабские? Нет. Книга арабские, обычно вы арабские формальные, и я не понимаю арабские формальные. Да, да. Формальные арабские это фусха. Да, фусха. Это не диалект, да, я знаю. И тот, кто говорит диалект, как ты, немножко трудно читать фусха. Да, я знаю. Да. Диалекты арабские левантии? Их много. Есть и египетские, и сирийские, и левантийские. Есть ещё много, я точно не знаю. Я знаю диалекты арабские левантии. Понятно. Скажи мне, кто твои любимые авторы? Кого ты больше любишь? Книга? Я люблю романы и книги детективов. Ага. Я люблю Стик Ларсон и тоже люблю Рафик Шами. Он арабский, но я читаю книги в немецком. На немецком. С переводом. Ага. Я тоже читаю книги. Это перевод с немецкого на русский. Я не знаю, правильно ли я говорю. Когда я была маленькая, я очень любила читать книги Хенриха Бöll. Но я не знаю, как это сказать. Хорошо. Да. Как сказать правильно по-немецки? Хенрих? Хенрих Бöll. А, Хенрих Бöll. Немножко мне трудно. Ага. И еще Ремарк и Томас Манн. Я это все читала по-русски. А, да. Но я очень люблю. Томас Манн. Я читала много в школе. И я. Только ты читала по-немецки, а я читала по-русски. Да. Какие у тебя еще хобби? Я помню, что ты сказала про фотографию. Да. Я фотографию на улицах. Фотографирую. Ага. И я фотографию я делю фотографировать много и путешествовать. Я тоже в Берлин. В Берлин есть много дела фотографировать. Ну, да. это это очень интересное хобби. Я представляю себе. Смотри, мы поговорили про твою работу, про тебя, про твои книги, про твои хобби, про твой спорт. У нас получился очень большой разговор. И ты говоришь по-русски. молодец. Спасибо. Супер, супер, супер. Спасибо. Я очень довольна. Ты замечательная ученица. Да, пока-пока. Пока-пока. Всего хорошего. До свидания. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок